Всем привет! Это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Женщины вышли на митинг против запрета на высшее образование в Афганистане. В ответ на требования вменяемых людей, по словам Лаврова, талибов запрещены в России реализовывать запрет на обучение девушек в вузах. Преподавательницы в некоторых местных университетах увулились. Телеканал Аль-Арабия рассказал как минимум о двух таких университетах в провинциях Балх и Баглан на севере страны. Кроме запрета на обучение, талибы постановили выселить студенток из общежития университета в Кабуле. В здании отключено электричество. В Архангельске у новогодней елки задержали укравшего тушенку из магазина мужчину. 19-летний парень с украденными девятью банками тушенки был задержан на рядом Росгвардии у новогодней елки в Чумбаровке. Горожанину грозит уже 16-я судимость. Ему 19 лет. Вечером 22 декабря в сетевом магазине на проспекте Лобоносово покупатель взял с прилавки девять банок тушенки общей стоимостью около двух тысяч рублей и выбежал на улицу. Струдники сразу же нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыл наряд Росгвардии. Уточнив приметы правоохранителя, отправившись на поиски, задержали воришку на Чумбаровке у новогодней елки. На преступление решился 19-летний парень. Ранее он уже 15 раз привлекался к уголовной ответственности за повторное совершение в течение года мелкой кражи. Против него возбуждено уголовное дело по новому составу. Россиянин выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу. В башкирском Селентамаке призывник выпрыгнул из окна военкомата на улицу Худобердинова. Сотрудники учреждения обнаружили парня под окнами здания, после чего вызвали медиков. По предварительным данным, бежавший получил серьезный перелом ноги. Правоохранители начали выяснять мотивы данного поступка, пишут местные СМИ. В то же время военкомате Селентамака заявили, чтобы об инциденте ничего не слышали. Чиновник из Забайкалья допустил в районе собачий беспредел. Бездомные псы убивают и кусают местных жителей. Главу Читинского района Виктора Машукова обвиняют в бездействии по отлову более чем полутора тысяч собак. Как сообщают местные СМИ, деньги из бюджета выделены не были, никаких мер не предпринималось. Тем временем собаки покусали уже 29 местных жителей, среди которых 21 ребенок, а также растерзали маленькую девочку насмерть. Житель Крыма сломал пачерице челюсть из-за испорченного просмотра финала чемпионата мира 22 по футболу. 16-летняя Карина из Симферополя захотела приготовить себе яичницу, но не нашла сковородку. Оказалось, что отчим спрятал кухонную утварь, потому что до этого подросток не помыло посуду. В отместку пачерица спрятала бритву мужчины, а затем мешала ему наслаждаться футболом и выпивкой в день финального матча между Аргентиной и Францией. Матч закончился. Пьяный крымчанин решил побриться перед работой, так как утром должен был сесть за руль служебного автомобиля, но бритвы не нашел. Он стал кричать, а затем поссорился с матерью девочки, которая пыталась заступиться за ребенка. А школьница попыталась разнять взрослых, но получила удар в челюсть. Диагноз – двухсторонний перелом нижней челюсти, девочка в больнице в тяжелом состоянии. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.